Впервые за последние 9 лет президент России Владимир Путин прибыл в Лондон с коротким визитом. В 2003 году Путина принимали королева Елизавета II и премьер Лейборис Тони Блэр. В 2005 году Путин приезжал в Шотландию на саммит Большой Восьмерки и с тех пор Великобритании не был. Российско-британские отношения заметно охладились из-за скандала с так называемым шпионским камнем и смерти в Лондоне бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко, получившего в Великобритании политическое убежище. Депутат Госдумы Андрей Луговой, по версии британских следователей, главный подозреваемый в убийстве Александра Литвиненко, чья смерть наступила в результате отравления радиоактивным веществом полоний-210. Прокуратура Соединенного Королевства обратилась к российским властям с просьбой об экстрадиции Лугового, но получила отказ, что привело к дальнейшему ухудшению отношения двух стран. В свою очередь Россия добивается от Великобритании экстрадиции Бориса Березовского. На родине он признан виновным по ряду обвинений в мошенничестве и хищении отмывании средств компании «АвтоВАЗ Аэрофлот». В начале этого года глава администрации бывшего премьера Тони Блэра Джонатан Пауэлл заявил, что шпионский камень все-таки существовал, и британские спецслужбы действительно использовали его для сбора и передачи агентурной информации. Но сегодня главная тема переговоров Путина с главой Коалиционного кабинета, лидером консерваторов Дэвидом Кэмероном – сотрудничество в энергетической и торговой сферах. На повестке дня и сирийский вопрос, по которому президент Владимир Путин намерен еще раз подтвердить российскую позицию. Россия уже трижды блокировала принятие резолюции Совета безопасности ООН по Сирии, грозящей иностранным военным вмешательством. В день визита Путину российского посольства состоялась очередная акция протестов, в которой приняли участие несколько десятков человек. Демонстранты утверждают, что при Путине в России сложилась политическая система, в которой нарушаются права человека и свобода слова. Возможно, олимпийская дипломатия поможет наладить российско-британский диалог. В любом случае, Великобритания может поделиться с Россией опытом в организации спортивных мероприятий такого уровня. В 2014 году зимние Олимпийские игры пройдут в Сочи.